Десногорск Первый шахматный турнир в этом году. День 25 января в России официально отмечается как День студентов. Церкви в этот день принято ставить свечи за успехи в учебе. И еще издревле в этот день следили за особенностями погоды. Если идет снег на День крещенской Татьяны, значит ожидается морозный февраль и лето с дождями. Солнечный восход на Татьяну олицетворял раннюю весну и скорый прилет птиц. Если в этот день морозный и солнечно, значит урожай будет богатым. Накануне празднования Дня российского студенчества на Смоленщине стартовал студенческий десант. Во время акции молодежь познакомилась с работой всех подразделений органов внутренних дел. Подобная встреча прошла и в Десногорском отделе полиции. Вечером в пятницу студенты колледжа и старшеклассники десногорских школ получили отличную возможность увидеть работу сотрудников внутренних дел своими глазами. Ребят познакомили с буднями полицейских, пригласили вступить в ряды народных дружинников и разрешили пострелять в тире. Стрели проводились из пистолета МР-654К, предназначенного для того, чтобы сотрудники научились плавно спускать спусковой крючок и прицеливаться. Наладить взаимодействие с детьми, чтобы они учились. Может кому в будущем пригодится, кто пойдет работать в нашу структуру, либо в смежные структуры. Конечно, стрелять в тире понравилось всем. Не устояли даже девушки. Подержав в руках пистолет, пусть и лазерный, сделать первый шаг в принятии решения о выборе будущей профессии стало легче. Я хотел бы пойти сюда работать в будущем, после армии. А так, может быть, и по контракту куда-нибудь. Несколько ребят уже изъявили желание помогать сотрудникам полиции охранять правопорядок в нашем городе. А для этого им нужно вступить в народную дружину. Мы приглашаем студентов, а также учащихся школ, которые со временем подрастут и с 18-летнего возраста могут вступать в народную дружину и помогать сотрудникам полиции. Мы будем с ними заниматься, мы будем им рассказывать, возможно, стажировать по какой-то линии. Кто-то пойдет в юридические институты, кто-то пойдет в МВДшные институты. От души желаем десногорским ребятам успехов в освоении новой профессии на благо родного города. Один из вузов Смоленска не прошел государственную проверку. Рособорнадзор полностью приостановил действия государственной аккредитации у смоленского филиала Российского университета кооперации. На сегодняшний день в вузе обучаются около 2000 студентов и слушателей. А еще сегодня свой 78-й день рождения отметил бы советский актер, поэт и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий. Он написал больше 200 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей в двух частях. В общей сложности его перу принадлежит приблизительно 850 поэтических произведений. На улице метет снег. Погодные условия не лучшие для автовладельцев. В это время необходимо быть предельно осторожными и внимательными. Предотвращение дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов – это одна из главных задач деятельности госавтоинспекции. Профилактическая акция «Дай дорогу пешеходу» проходит в Смоленске с 23 по 29 января. С начала этого года в Смоленской области уже было зарегистрировано 13 ДТП. В результате этих дорожно-транспортных происшествий 14 человек получили ранения. Из них один ребенок и один человек погиб. О происшествиях и криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю и выходные нам расскажет капитан полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 91 сообщение и заявление. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 9 ДТП с техническими повреждениями. Выявлено 178 административных правонарушений, в том числе нарушение правил дорожного движения 145. Задержано водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения двое. За распитие спиртных напитков, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 4 человека. С 20 по 23 января 2016 года на территории города проведена ежегодная общероссийская акция «Студенческий десант», приуроченная ко дню российского студенчества. В проведении акции принимали участие сотрудники полиции, представители казачества и добровольные народные дружины, где разъяснялись правила вступления в народные дружины, их деятельность и роль в обеспечении правопорядка на территории города. В Десногорске будущих первоклассников и их родителей познакомили со школьными буднями и правилами. На одном таком традиционном мероприятии побывала наша съемочная группа. Два дня выходных в школах города проходит день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. В четвертой школе по традиции этот праздник для будущих первочков начинается со знакомства со школой. Пока родители узнают о новшествах в системе образования, выбирают первого педагога для своего чада. Дети развлекаются в спортивном зале, где для них организованы веселые эстафеты и конкурсы. Смотрят увлекательный спектакль о школьной жизни. Экскурсия по школе завершается в столовой, где ребятишки пробуют ароматные пироги и чай. А родители в это время выбирают программу обучения. Четвертая школа у нас находится ближе всего к нашему дому. По программе больше мы к гармонии склоняемся. Но еще есть время подумать о нас. Мероприятие было организовано здорово. Дети представляли нам школу, рассказывали о программах. Старший сын здесь учится. И мы знаем уже, какие знания дает четвертая школа. И хотели бы, чтобы младший сын обучался здесь. Ребятам очень понравилось первое знакомство со школой. И они готовы посещать ее 11 лет. Мне больше всего понравилось веселые эстафеты. Школа вообще тебе понравилась? Да. А сейчас информация для любителей зимних забав и активного отдыха. С 24 января на территории Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске начала работу первая профессионально залитая тюбинговая горка длиной 60 метров. Для безопасности посетителей горка оборудована бортиками. Для кого-то много снега и гололед доставляют массу проблем. А для кого-то сугробы только в радость. В последний день января в Смоленске можно будет посмотреть, как профессионалы гоняют по заснеженной трассе. Любители зимнего маневрирования соберутся в 13.00, чтобы обуздать трассу протяженностью в полтора километра и шириной 50 метров на аэродроме Южный. В минувшую субботу на Десногорском водохранилище в районе деревни Холмец состоялся фестиваль «Ледовая побоище-2016». В ловле рыбы со льда на мормышку соревновались рыбаки из Московской, Смоленской и Калужской областей, а также из ближнего зарубежья. В этом году золото забрала команда Киров из Калужской области. В Десногорске прошло открытое первенство Смоленской атомной станции по шахматам среди детей. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. 23 января в развлекательно-оздоровительном центре собрались юные шахматисты из Десногорского и Росфальского клубов. Организаторы назвали этот турнир новогодним, потому что ребята встретились в этом году в первый раз. Всего в турнире приняли участие 34 шахматиста в возрасте от 6 до 14 лет. По возрастному принципу их разбили на 4 группы, поскольку у ребят не только разница в возрасте, но и большой разрыв по уровню подготовки. В старших группах соревнуются уже разрядники и победители областных турниров. Лиза Волкович, вот она, кстати, подошла, 4-й была на первенстве области, Смоленскую область, 4-е место занимала. Володя Солонгин тут уже, вот они, кстати, 3-4 февраля поедут на областную спорткаду школьников. Практически все группы играли по круговой системе, то есть каждый с каждым. В группах разыгрывалось по три комплекта наград. Одна партия длилась 15 минут. Кроме мата королю, за поражение засчитывались три недопустимых хода. Сражения были жаркими. Даже самые младшие игроки показали очень высокий уровень подготовки. По окончании соревнований победители получили дипломы, медали и памятные подарки. И еще значимое событие из жизни спортсменов нашей области. 31 почетную награду удалось завоевать смолянов в первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике. Соревнования проходили с 19 по 21 января на базе Смоленской физакадемии. Наши спортсмены завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Всего же в первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике выступали 604 спортсмена из 14 регионов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok